Мировые СМИ облетела новость. В сети появился новый убийца. На этот раз это Фейсбук. А в роли жертвы не бренд и даже не компания. Покушение на одну из основ глобальной сети – электронную почту. Основатель Фейсбук Марк Цукерберг объявил о скором пришествии принципиально новой системы общения Facebook Messages, которая будет работать даже вне его социальной империи. Многие ждали, что Facebook добавит новые функции, фишки в свою систему сообщений. Мы же, напротив, избавили ее от этого. Сервис должен походить на чат. Простой, легкий, короткий. Система состоит из трех элементов. Первый, собственно, общение, где будут объединены классический чат, смс, сообщения из электронной почты. И все это в одном почтовом ящике, который будет заканчиваться на собака.фейсбук.ком. Второй элемент – единый интерфейс, с помощью которого одним кликом будет доступна переписка, чат, смс, то есть вся история общения с тем или иным человеком. А сами контакты и этот третий элемент можно делить на категории. Сообщения от приоритетных пользователей, к примеру, будут показаны в отдельном списке. Таким образом должна упроститься навигация. Вторжение в сегмент почты, социальной сети с полумиллиардной армией пользователей, которые ежедневно генерируют более 4 миллиардов сообщений, явно не пройдет незамеченной. Наибольшие потери от введения фейсбук-месседжес эксперты прочат Gmail, поскольку Microsoft позаботился об интеграции своего облачного сервиса с системой от Facebook. А Yahoo сдает позиции независимо от компании Цукерберга. Конфликт же с Google только обостряется. Поисковик уже вынужден был поднять зарплаты, чтобы сотрудники не переходили в Facebook. И пока непонятно, чем ответит Google на новинку от соцсети. Пока была лишь попытка запретить экспорт контактов из Gmail в Facebook, которая, впрочем, с треском провалилась. Опробовать новые функции от Facebook первыми смогут пользователи, которые получат приглашение от разработчиков. Когда закончится тестирование, пока не ясно. Известно лишь, что захват мировой системы общения социальная сеть планирует начать с США. Там Facebook месседжес появится в первую очередь. Новый смартфон от Google засветился раньше своей официальной презентации. В руках Эрика Шмидта, главы компании. Во время конференции Web 2.0 Summit, проходящей в Сан-Франциско, Шмидт появился со смартфоном неизвестной модели. Специалисты техноблогов узнали в нем Google Nexus S, существование которого представители Google отрицали до последнего. По фотографиям и видео удалось установить, что смартфон не толще, а может даже тоньше iPhone 4, оснащен 4-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем. Но есть и большое отличие от конкурента. Nexus S, работающий на новой операционной системе Android Gingerbread, которая также еще не представлена широкой публике, поддерживает технологию NFC. Она применяется в различных смарт-картах доступа, а также для оплаты, к примеру, проезда в общественном транспорте, что позволило Эрику Шмидту объявить, что мобильные телефоны в ближайшем будущем заменят транспортные карты и даже банковские карточки. На конференции логотип смартфона был предусмотрительно заклеен скотчем. Шмидт лишь обронил, что это анонсированный производитель. До сих пор партнером поискового гиганта, отвечающим за производство, собственно, устройств, считался HTC. Именно эта тайваньская компания выпустила образцовый гуглофон Nexus One. Впрочем, в последнее время Google активизировал сотрудничество с корейской компанией Samsung. В приватных разговорах представители Samsung никогда не скрывали желание стать штатным аппаратным разработчиком для Google. Официально же свое участие в проекте Nexus S в компании не подтверждают. Впрочем, в техноблоге N-Gadget уже появилось фото смартфона, на котором красуются оба логотипа Google и Samsung.